По информации Министерства здравоохранения Беларуси, по состоянию на 19 ноября в стране зарегистрировано 119 390 человек с положительным тестом на COVID-19. 18 ноября их было 118 тысяч 8 человек, то есть прирост за сутки составил 1382 человека. Цифры впечатляют. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции требует особого подхода, потому в стране введен обязательный масочный режим во всех регионах. Позаботиться о наиболее уязвимой категории брещан людях старшего возраста призвал Брестский горесполком. Инициирована акция «Старшему поколению забота и защита», которую первыми поддержали активисты Белой Руси. Сегодня к ней присоединились представители Белорусского республиканского союза молодежи. Молодые люди раздавали на безвозмездной основе одноразовые маски посетителям крупных торговых центров. В центре внимания волонтеров – пожилые люди. Только за несколько часов в гипермаркете «Евроопт» молодые люди раздали более 250 одноразовых масок. Суть акции в чем? Просто раздать людям масочки одноразовые, напомнить им о том, что прежде всего они должны заботиться сами о себе, о том, что, по крайней мере, нужно ходить в масках, нужно одевать перчатки. Ну и в целом люди с охотой, конечно же, берут, потому что некоторые забывают маски, некоторые еще не дошли до аптеки, некоторым нужно уже поменять эту маску. Поэтому сегодня это нужная акция, сегодня она будет проводиться, и это у нас не единственное место, не единоразовая такая акция, где мы будем проводить место. Еще у нас сегодня в Короне также раздаются маски, ну и в течение следующей недели также они будут раздаваться. Подобные мероприятия с участием волонтеров будут проводиться в крупных торговых центрах на протяжении ближайших двух недель. Стоит сказать, что с введением масочного режима люди стали ответственнее относиться к вопросам своего здоровья, лишь единицы по-прежнему продолжают посещать места массового скопления без средств индивидуальной защиты. Напоминаем также о необходимости использования масок при посещении мест скопления людей всеми гражданами в магазинах, общественном транспорте, в поликлиниках и объектах общепита. Тем самым снижается вероятность заражения вирусом.